Мероприятие начинается на закате. Пока не стемнело, гостям рассказывают об истории завода и показывают, как последние два столетия здесь зрело веном. Именно в этом месте граф Михаил Семенович Воронцов организовал первое в Крыму промышленное производство напитка Диониса. Отсюда царский партвейн, красный левадя доставляли к столу императора Николая II. Граф стал родоначальником производства крымского муската Бордо Мадеры. С тех пор технология кардинальных изменений не претерпела. Это модерная площадка. Здесь вино выдерживается в дубовых бочках в течение четырех лет под солнцем, приобретая коньячные нотки. Именно поэтому Мадеру называют дамским коньяком. После рассказа об истории создания вин гостям предлагают продегустировать лучшие образцы, которые производятся здесь сегодня. Портвейный белый поручик Массандра Сураж, красный левадя, крымский Массандра Южнобережный. Все они имеют награды международных конкурсов. Неискушенных эксперты научат, как правильно распробовать на вкус эти напитки. Бокал следует держать за ножку или основание. Чтобы лучше почувствовать аромат и оценить цвет, вино следует слегка взболтать. А когда мы берем правильно бокал, то поднимая до уровня глаз, я, во-первых, вижу цвет вина. А потом, смачивая стеночки бокала, образует тонкий слой. А из тонкого слоя легко левят ароматические компоненты. А чтобы они не разлетались, бокал вверху, что сужен, тюльпанообразная форма. Вот когда я это все проделал, я подношу его к носику. И вот я, вот за это время, я успел сделать два легких вдоха-выдоха. Это как бы не так, чтобы я так ничего не почувствую. А я как бы себя от себя. И когда обратным ходом, замехрение вот в эти рецепторы, и у меня, и у вас, различает всю гамму аромата. Для ощущения вкуса напитка достаточно сделать треть обычного глотка. Когда я набираю всего-навсего одну треть вина, я его не проглатываю, вино попадает на язычок, я язычок расслабляю, делаю его лапшичкой. Вино растекает за счетное пространство, а между щечкой и язычком как раз находятся рецепторы, которые, раздражаясь от компонента вина, выделяют, они выделяют огромную кулицу слюнки. Я как бы разбавляю, и в разбавленном состоянии я могу уловить все нюансы этого напитка. И вот я как бы слюнки, и этот смесь тихонечко толкаю вперед к нему, к нему. Только не так. Так только зубы получат, понимаете. А я одним движением вперед, а потом как бы проглатываю, делаю еще два-три холостых глотательных движения. Только так можно почувствовать весь букет напитка. Приятная гармоничная терпкость и долгая послевкусие – признаки хорошего выдержанного вина. Наравне с дегустацией неотъемлемая часть программы – танцы. Для гостей работают аниматоры. Завод «Массандра» сегодня активно развивает не только туристические направления, но и производство. В планах на этот год 12 миллионов бутылок. Расширение рынка сбыта стало возможным за счет новых потребителей на материковой части России. Сегодня, идя по пути удовлетворения спроса наших потребителей, мы будем развиваться, диверсифицировать и заниматься выпуском также из сухих вин. Поэтому мы и планируем в самой краткосрочной перспективе увеличение объемов производства нашей продукции и объемов продаж. Дегустанцы собираются в среду, четверг и пятницу с восьми вечера до полуночи. Ирина Саркисова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.